Меня зовут Тарас. Я действительно работаю во ВКонтакте. В целом я занимаюсь вот этим всем около шести лет именно в ВК. Сейчас я лид команды, которая занимается всем фронтендом ВКонтакте, и мы сосредоточены на производительности и инфраструктуре фронтенда. Мы проделали довольно большой путь в оптимизации мобильной версии, набили довольно много шишек, и я хочу поделиться нашим опытом с вами. Если вы когда-нибудь интересовались темой производительности, то это будет очень полезно для вас. Но давайте сначала я скажу пару слов о нашем продукте, что мы сегодня будем разбирать. Сегодня мы поговорим про мобильную версию ВКонтакте. Первая версия появилась в 2011 году, и это был максимально простой сайт, который предназначался для веб-браузеров, которые работали на кнопочных телефонах, и там была базовая функциональность основного сайта, ВК.ком, и никаких хитрых штук. Основными требованиями к нему были то, что он должен был работать на супермедленном интернете, и код должен был быть написан настолько стабильно, чтобы все работало даже на встроенном браузере в микроволновке. Как я уже сказал, это был 2011 год. Я присоединился к команде в 2017, и к тому моменту я стал всего лишь вторым разработчиком на всю мобильную версию. Мы делали огромный сайт со всеми его разделами всего лишь вдвоем. Но время шло, платформа росла, и сейчас это огромная спа. К нам приходит 40 миллионов человек в месяц, 6 миллионов человек в сутки. Кнопочные телефоны тоже уже ушли в прошлое, и 98% пользователей поддерживают предпоследний стандарт JavaScript ES2021. Мы сейчас используем Mobile First подход. У нас единый бэкэнд с остальным ВКонтакте. Разработкой фронтенда занимаются около 10 продуктовых команд, каждая из которых отвечает за свой раздел. И все это происходит уже на React с использованием нашей библиотеки компонентов VKUI. Это open source, либо вы можете использовать ее у себя, если захотите. Ну и что, к чему это все привело? Такой быстрый рост от двух разработчиков до десятка команд не мог произойти незаметно для платформы. В какой-то момент мы стали собирать данные о производительности с реальных пользователей, и, честно говоря, немного пригрустили, потому что на 75% время первой отрисовки страницы составляло 8 секунд. Тут надо пояснить, что такое 75% это означает, что вот конкретно у вас страница может отрисовываться очень быстро, а у какого-то пользователя она может отрисовываться в течение 8 секунд. То есть, грубо говоря, это значит, что для 75% пользователей сайт отрисовывается не дольше 8 секунд. Вот примерно так это видели те самые пользователи, которым не повезло. Они смотрели 8 секунд на черный или белый экран, зависит от того, какая тема у них была на телефоне. Не самое приятное чувство, но помимо этого чувства дискомфорта есть еще заявления гигантов IT-индустрии, типа там Google и Amazon, которые говорят, что если вы увеличиваете производительность сайта, то и ваши продуктовые метрики продажи и вот это вот все тоже растут. Мы, собственно, не видели повода им не доверять и решили попробовать это у себя. Для затравки я покажу график первой отрисовки страницы на 75% на котором видны все наши улучшения шаг за шагом. Слева сверху мы видим те самые мучительные 8 секунд, а снизу справа то, как дела сейчас обстоят. Нам удалось сократить время до первой отрисовки до 2,5 секунд. Но давайте обо всем по порядку. О чем мы сегодня вообще поговорим? Сначала мы посмотрим, какие метрики производительности существуют и как мы можем на них повлиять. Дальше мы разберем, как это делали мы у себя, а также как это все повлияло на бизнес-метрики. Я покажу в конце доклада. Но сначала мне хотелось бы немного познакомиться с вами и вообще понять, насколько доклад релевантен. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто интересовался темой производительности и занимался ее улучшением. Ага. Оставьте держать те, кто слышал про WebVitals. Примерно. Чуть меньше половины. И кому удалось в зеленую зону попасть по WebVitals? Еще меньше. Пара. Человек пять. Ага. Окей. Давайте тогда я бегло расскажу, что такое WebVitals. Очень быстро. Если просто, то это концепция Google, набор метрик, которые позволяют определять производительность сайта в каких-то реальных чиселках, которые можно посчитать. Это набор из шести метрик, но нас сегодня будут интересовать только три из них. Первое — это Time to First Byte, TTFB. Это время от начала открытия страницы до получения браузером ответа от сервера. Проще говоря, это время работы вашего бэкэнда плюс время на сеть. Второе — это то, на чем мы сегодня сосредоточимся и в CPI. Это время до первой отрисовки. То есть когда на странице появилось что-то отличное от белого экрана. И тут надо уточнить, что это время в том числе включает в себя и TTFB. То есть, грубо говоря, это время работы бэка плюс сеть плюс время, которое понадобилось браузеру, чтобы что-то отрисовать. И третья метрика — это LCP. Мы тоже вкратце коснемся ее. Это то же самое, что предыдущее, только время до отрисовки контента, который браузер сочтет полезным. Зачастую это совпадает со временем полной отрисовки страниц. Поэтому так я тоже буду говорить сегодня для упрощения. С этим разобрались. Теперь давайте разберемся, как мы можем вообще измерять эти самые WebVitals. Но самый простой способ — это просто открыть DevTools, нажать в Chrome, нажать на вкладку Lighthouse, сткнуть по кнопке «Анализировать страницу». И через некоторое время браузер выдаст вам много красивых циферок, в том числе FCP и LCP для конкретно вот этого вот прогона тестового. И примерно то же самое, но только более детальное. Можно посмотреть, прогнав страницу через вкладку Performance, все в тех же DevTools. Но, как правило, мы хотим видеть цельную картину, то, как видят ваш сайт реальные пользователи. И тут нам на помощь приходит опять же Google. Chrome собирает метрики с реальных пользователей у себя под капотом, агрегирует их у себя внутри и отправляет в Google. Благодаря этому мы можем посмотреть результаты с реальных пользователей на сайте PageSpeed WebDev. Вы прямо сейчас можете открыть этот сайт, вбить туда адрес своей странички и увидеть результаты того, как это видели реальные пользователи. Это 75-й персентиль за последний месяц. И в отличие от синтетических замеров, о которых мы говорили ранее, здесь будут учитываться медленные девайсы, нестабильные соединения. И вот это все, что, собственно, и происходит у реальных пользователей. А второе, что здесь хорошо, так это то, что это позволяет вам валидировать ту информацию, которая есть у вас. Мы внутри у себя собираем данные о производительности страниц, и они совпадают с вот этими данными, а значит, мы в целом движемся в правильном направлении. Ну и, наконец, четвертый способ померить WebVitals — это как раз-таки собирать самому данные с реальных пользователей. Как я уже сказал, в браузере уже есть информация обо всех этих метриках, их нужно просто достать. Если особо не заморачиваться, там есть встроенный класс Performance Observer, который и выдаст вам эти метрики. Но это не очень удобно, поэтому, чтобы не работать с низкоуровным нивом API, Google сделал очень удобную обвертку. Ее можно скачать из NPM. Она так и называется — пакет WebVitals. Он предоставляет удобную API, в которой возвращает в нормальном удобном формате метрики все, которые вам нужны. И Time to First Byte, и FCP, и LCP, еще куча всего остального. И дальше вы уже любым удобным для вас способом можете прокинуть их на бэкэнд. Мы у себя используем АБ-тестирование, и это позволяет нам узнать, что наши изменения действительно улучшили пользовательский опыт, а не фаза луны на это, например, повлияла. Но об этом я чуть попозже еще расскажу. Я хочу заострить внимание на том, что первые два способа, локальные прогоны Lighthouse и вкладки Performance, подходят только для дебага и в действительности не дают вам реальной картины. На вашем девайсе сайт может отрисовываться очень быстро, но даже если вы используете троттлинг сети и CPU, а вот у пользователя все может быть несколько иначе, поэтому нужно собирать данные именно с реальных пользователей. И вот так вот можно обмануться. Это прогон Lighthouse для странички ленты с моего MacBook, и вроде как это все прям замечательно выглядит. fcp за 0,4 секунды — это просто пушка. Но вот так вот это видят пользователи. 2,8 секунды. И это результаты на 75-м персентиле. Для чистоты эксперимента я выбрал пользователей с таких же MacBook, как у меня. В семь раз хуже, поэтому давайте не забывать, что данные нужно собирать все-таки с реальных пользователей, а не радоваться нашим циферкам. Что ж, давайте перейдем к следующей части и поговорим о том, как мы можем повлиять на эти самые WebVitals, как мы можем их улучшать. Но для начала мы супербыстро вспомним, о как браузер отрисовывает страницу, чтобы понять, что в этом вообще можно улучшить. Тут все просто. Первое, что нужно понимать, это то, что браузер парсит страницу сверху вниз по мере того, как она загружается. И в какой-то момент он доходит до первых скриптов, которые подключаются на страницы, и вот тут вот уже возникают первые сложности. Дальнейший парсинг страницы будет заблокирован, пока все блокирующие скрипты не скачаются и не исполнятся. И ключевое слово здесь исполнится, потому что этот процесс может быть значительно более долгим, чем время на скачивание. Дальше браузер напарывается на CSS. Тут дела обстоят уже получше, потому что парсинг не блокируется. Но тем не менее, пока они не скачаются, из них не построится CSS-ом дерево, ничего не будет отрисовываться. И дальше браузер, собственно, добирается до верстки, парсит ее ноду за нодой, строит из этого дом дерево, и когда процесс закончен, будет происходить финальный этап. Эти два дерева мерзатся в render3, происходит магия с расчетом места под элементы, браузер их разукрашивает, и вы видите картинку у себя на экране. И казалось бы, что все, что нужно для отрисовки, это просто скачать страницу, построить дом и CSS-ом, но это не совсем так на самом деле. В действительности браузеру не нужно скачивать всю страницу целиком. Чтобы что-то нарисовалось, достаточно, чтобы у браузера было какое-то CSS-дерево и какая-то часть дома, которыми он этими стилями может разукрасить. И таким образом, чтобы быстро отрисовать страницу, нам нужно отказаться от всех блокирующих запросов за AGS-ом, избавить браузер от необходимости скачивать бандл и CSS для построения дерева стилей и перенести наверх к началу тега body те самые ноды, которые мы хотим отрисовывать первыми. И дальше браузеру просто останется скачать первый чанк HTML-а, и он незамедлительно отрисует его, а после этого перейдет к разбору остального дом-дерева. И это, конечно, все здорово звучит, но слишком радикально для проекта, на котором 2 миллиона строк, да и, в общем-то, для любого проекта с Legacy-кодом. Поэтому давайте посмотрим, а что можно сделать, чтобы стало побыстрее, но без того, чтобы переписывать вообще все. А сделать-то есть что на самом деле. Вот что мы делали у себя. Для начала мы проанализировали все, что происходит до отрисовки страницы, и обнаружили, что у нас подключается слишком много неиспользуемого кода. Об этом, кстати, вам может сказать Lighthouse во время локального прогона. Избавиться от этого кода вовсе не сложно. Нужно просто грамотно настроить ваш сборщик. В нашем случае это был веб-пак. Мы затрешейкали все, что не использовалось. В нашем случае это как раз были огромные бандлы с иконками, и нам удалось довольно грубо, но все же поделить код на модуле, чтобы не скачивать его целиком и вынести какие-то части в переиспользованные чанки. И всего этого удалось добиться просто за счет настройки сборщика, абсолютно не редактируя код проекта. И вот к чему это привело. Трешейкинг сократил объем загружаемого кода на 2 мегабайта в абсолютных числах и ускорил рендер страницы аж на 3 секунды. Ступенька вот здесь обусловлена тем, что мы выкатывали улучшения частями. Дальше, как я уже сказал, мы избавились от дубликатов кода и в целом стали подключать меньше JS на страницу. Это сократило время отрисовки еще на целую секунду. Но это были самые очевидные и наименее трудозатратные улучшения. А дальше мы задумались над тем, что можно еще сделать, опять же не переписывая весь сайт. И вот тут нам на помощь пришла обнова от Google. Немногие о ней знают, но я сейчас попробую быстренько рассказать. В 103-й версии Chrome появилась поддержка так называемых early hints. Что это вообще такое? Это технология, которая позволяет вам загружать любые ассеты, JS, CSS, изображения, шрифты, что угодно, до того, как придет основной ответ от сервера. И если вы когда-нибудь слышали про веб-пуши, такая древняя штука, то вот это вот оно только сильно проще и живое на данный момент. Я бы даже сказал новое. Если вкратце, как это работает, то после того, как браузер… то после того, как сервер получает запрос от браузера, вы должны сразу же выплюнуть заголовки со 103-м кодом ответа, в которых вы перечислите пути до файлов, которые нужно будет скачать браузеру. А дальше вы переходите к своей обычной логике на бэкэнде. В это время браузер уже начинает скачивать файлы, которые вы ему указали. И получается, что у вас бэкэнд работает параллельно с фронтэндом. И это может значительно ускорить все. Вот что получилось у нас. Мы выиграли еще суммарно 10%. Это плавная дорога вниз, но только потому, что пользователи медленно обновлялись на 103-ю и выше версию хрома. Их количество росло. И опять же мы выкатывали это частями полномерно. Тем не менее 10% — это 10%. А дальше произошло интересное событие. Мы перенастроили наш сборщик WebVitals. Стали собирать эти события практически со всех пользователей. До того, как мы собирали их всего с 10%. И оказалось, что реальная картина несколько отличается от того, что мы видели до этого. И поэтому я хочу напомнить, что очень важно собирать метрики с реальных пользователей с как можно большего числа. График подскочил наверх на целую секунду. И это оказалось не очень приятно, но зато честно. И больше нам такое не грозит, потому что мы и так уже собираем эти метрики со всей аудитории. Что ж, вот мы подобрались к моменту, когда простые оптимизации, которые можно было сделать, не особо работая с кодом, закончились. И теперь нам нужно действовать более радикально. Нам нужно полностью отказаться от блокирующих запросов как JS, так и CSS. В конечном итоге мы хотим получить результат, где, чтобы отрисовать страницу, нужно было скачать только эту страницу и не файлом больше. Вот. Собственно, что было у нас? При загрузке страницы мы тянули около 30 блокирующих JS. Мы попробовали вынести в асинхронную загрузку все, что можно было просто оторвать. Это было 5-10 JS. Но это не дало вообще никаких результатов. И поэтому мы стали делать радикальное решение для загрузки вообще всего JS синхронно. Эту технологию мы назвали static manager, и она должна была на себя взять функцию по загрузке всего JS вместо того, чтобы этим занимался браузер изначально, нативно. Вот. А на время загрузки, пока это происходит, чтобы не ломать user experience, мы стали запоминать действия пользователя, чтобы воспроизвести их после того, как загрузка произошла. Здесь на графике видно, что пока шла разработка, мы просто плыли вправо без каких-то колебаний, что еще раз подтверждает слова о том, что если ничего не делать, то ничего и не будет. Вот. Что мы получили на релизе после того, как выкатили эту обнову? Мы катили ее в AB эксперименте, что позволило получить максимально точные результаты прям с реальных пользователей, и понять, что именно мы повлияли на это все. И что-то такое, типа, что все внезапно купили себе новые телефоны. Вот результаты AB. Здесь видно, что в зависимости от раздела сайта время отрисовки сократилось от 20 до 30%. И более того, для раздела ленты прокрас был аж на 95%. То есть мы уменьшили время отрисовки практически для всей аудитории ВКонтакте. И вот так это выглядит на графике. На 75% время сократилось до 3-6 секунд. Уже гораздо лучше, но не повод останавливаться. Следующий этап был отказ от загрузки CSS-чанков. И мы решили заинлайнить все необходимые стили для отрисовки страниц сразу в шапку. Так как расчет стилей, которые нужны для отрисовки страниц, производится на бэкэнде, то это закономерно вырастило время работы, время TTFB, время работы сервера. Но в то же время, благодаря отказу от синхронной загрузки CSS, это позволило сократить как FCP, так и LCP, что в конечном итоге и важно для пользователя, так как он быстрее видит изображение на экране своего телефона. Вот эта вот маленькая ступенька вниз, время сократилось до 3-3 секунд. Ну что ж, мы молодцы, но на самом деле этого недостаточно. У нас все еще есть пара блокирующих файлов, которые отвечают за загрузку всего остального JS. А это все-таки лишние запросы. И любой, даже один лишний запрос, ведет к радикальному снижению скорости отрисовки страницы. Сейчас я покажу вам это. Поэтому мы должны избавиться вообще от любых запросов, кроме одного запроса за самой страницей. Решение не заставило себя ждать. Мы решили заинлайнить код static manager в страницу, но чтобы не жестить слишком сильно, мы написали inline-загрузчик для загрузчика JS. Таким образом, мы получили пару килобайт inline-кода, который тянет 30 килобайт кода, который тянет весь остальной код, который нужен на странице. И давайте посмотрим, что мы получили в итоге всего вот этого. А в итоге браузер сразу переходит к разбору HTML, не останавливаясь на блокирующих скриптах. И CSS-дерево строится только из используемых на странице стилей, а остальное нагружается в фоне. Как только CSS будет построен, и браузер скачает первую пачку HTML, то он сразу же ее отрисует, не дожидаясь полной загрузки страницы. И параллельно с парсингом скриптов он начинает грузить изображения, которые используются на странице. Более того, внутренние евристики хрома сами определяют приоритет, что стоит загружать в первую очередь, для того, чтобы пользователь максимально быстро увидел полезное ему странице. Ну и, наконец, наши механизмы проксирования и запоминания вот этих пользовательских событий позволяют пользователю незаметно для него, пока идет загрузка, уже пользоваться сайтом. Собственно, вот как это сказалось на скорости загрузки. Казалось бы, мы отказались от загрузки всего пару JS, которые вот и были нашим static-менеджером, но FCP улучшился на 15%, да и LCP сократился тоже на 12%, хотя, казалось бы, всего пара файликов. Но дело в том, что, чтобы скачать эту пару файликов, уходят очень большие накладные расходы на сеть. Время установки соединения, само скачивание, еще что-то — это все очень медленно. И после запуска этого механизма на всю аудиторию мы снизили время на первую отрисовку до 2,5 секунд на 75-м персентиле, что довольно-таки неплохо. Если мы посмотрим на метрики остальных гигантов индустрии, таких как Instagram или Facebook, это примерно совпадает с тем, что происходит и у них. В зеленую зону по Vitals здесь попасть крайне трудно, и это обусловлено тем, что у реальных пользователей не последний айфон и не самый быстрый интернет. Поэтому здесь мы все же будем проигрывать в скорости отрисовки. Давайте еще раз сравним, как было и как стало. Два года назад мы грузились мучительных 8 секунд, а сейчас делаем это за 2,5. И еще раз, это все на 75-м персентиле. Локальные замеры показывают куда более хороший результат. Ну и, наконец, самая жирная часть. Давайте посмотрим, а как все эти оптимизации производительности повлияли на бизнес-метрики. А вот влияние на продукт колоссальное. За счет ускорения отрисовки сайта мы перестали терять почти процент аудитории, которая раньше не дожидалась открытия страницы, просто закрывала браузер. А это, в свою очередь, привело к росту всех продуктовых метрик, такие как просмотры ленты, прослушивание музыки и так далее. И тут нужно отдельно сказать, что эти вот 0,9% звучит вроде немного, но на самом деле это полмиллиона человек. Это население моего родного города. И, как видно на слайде, мы не только вернули аудиторию, которая уходила с сайта, но еще повысили time spend. Это продолжительность пребывания на сайте. То есть те люди, которые все равно дожидались загрузки, им стало приятнее и комфортнее пользоваться сайтом, и поэтому они стали проводить на нем больше времени. Я рассказал вам про основные подходы, используя которые, вы тоже сможете добиться максимальной производительности, и я уверен, что вы сможете их адаптировать под свой проект с вашими особенностями. Они не сильно привязаны к чему-то конкретному. Этим докладом я хотел показать, что какой бы легоси на проекте не был, безвыходных ситуаций не бывает, и всегда можно побороться за производительность. Мы у себя столкнулись, наверное, вообще со всеми сложностями, которые только могут быть на проекте, но, тем не менее, нам что-то удалось. И если получилось у нас, то обязательно получится и у вас. Спасибо. 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 Спасибо.